Как привлекают внимание женщины и как привлекают внимание мужчины. В чем отличие? Не всегда мужчина и женщина спешат признаваться в своих чувствах. Но в присутствии объекта свои симпатии некоторые их жесты не могут умолчать о симпатии. Подсознательно они привлекают к себе внимание. И иногда только очень наблюдательный человек сможет прочитать значение этих жестов. Что делает мужчина? Начинает поправлять одежду, прическу, смахивать из себя несуществующие пилинки в присутствии симпатичной. Ему женщина и мужчина сразу молодеют, выпрямляют плечи, втягивают живот, его глаза сверкают ярче прежнего, руки мужчина может держать в карманах с большим пальцем наружу, либо закладывает пальцы за ремень, мужчина может держать голову при поднятом положении, демонстрируя. Тем самым себя во всей красе смотрит на женщину долгим изучающим взглядом. Что делает женщина? Женщина встряхивает. Волосы поправляет прическу, иногда начинает накручивать локоны на палец. Последний не всегда является признаком симпатии. Некоторые просто любят это делать. Во время ходьбы под пристальным взглядом объекта симпатии женщина начинает сильнее обычного покачивать. Бедрами женщина привлекает к себе внимание и короткими взглядами из-под ресниц стреляет глазками. Как только мужчина ловит ее взгляд, она тут же отводит глаза руками. Женщина может невзначей погладить себя по бедрам или коснуться. Груди демонстрирует свое нежное запястье, поглаживает ножку бокала, карандаш или другой куносообразный предмет приглушенный. Голос, влажный приоткрытые губы и томный взгляд являются откровенным призывом к любви. Женщина привлекает к себе внимание, кладя ногу за ногу. Иногда она делает это чересчур откровенно явная женская симпатия, то, что знают не все. Порой девушка не хочет показывать свою симпатию из-за страха быть отвергнутой. В жестах такой девушки парень увидит поглаживающих движений, призывов покачиванием бедрами и прочих сексуальных жестов. Девушка может вести себя полностью наоборот, и ее голос может срываться, дрожать, она говорит более быстро, не так как обычно. Смех становится похожим на истерический хохот, громкие и отрывистые движения неуклюжие и неловкие. Почему стоит наблюдать за девушкой? Прежде чем сделать вывод о том, что эта девушка чересчур неуклюжий или слишком вызывающий себя ведет, парню следует понаблюдать за ней некоторое время. Возможно, она просто пытается его привлечь к себе таким образом. Зрительный контакт – короткий или долгий взгляд. Длительный взгляд – более 1-2 секунд в сторону незнакомого человека считается неприличным. Человек может воспринять его как жест агрессии. Исключением является влюбленный мужчина может долго и пристально наблюдать за симпатичной ему женщиной, часто задерживает взгляд на груди, бедрах, шеи. Порой эти взгляды могут быть и вовсе бесцеремонами, короткие взгляды могут быть тоже знаками любви, но так смотрят застенчивые люди. Обычно женщины применяют короткие взгляды, как игру. Они томно подсматривают за мужчиной, делая все, чтобы он перехватил их взгляд. Но как только мужчина заметил, женщина хитро отводит глаза в сторону, чтобы установить доверительный контакт, посмотрите на человека и улыбнитесь ему. Если симпатичных друг другу людей объединяет общая ситуация, можно применять долгий взгляд. Например, вы хотели взять одновременно один бокал и посмотрели долгим взглядом друг на друга. Это говорит о том, что вашу попытку привлечь к себе внимание увидели и поняли местонахождение, всегда рядом с парнем. Явным признаком женской симпатии является желание следовать за мужчиной. Если парень понравился, но девушка с ним пока не знакома, она начнет искать пути их пересечения. Девушка, постоянно находящаяся рядом с парнем, явно симпатизирует ему. Если же девушка – ваша старая знакомая, обратите внимание на то, как быстро она соглашается менять свое местонахождение вместе с вами. Например, в гостях у друзей предложите ей посидеть на кухне, на дискотеке пригласите за другой столик, даже если она просто прерывает свою беседу с подругой ради вас. Это может говорить о чувствах, к вам девушка хочет понравиться, идеальный макияж и прическа. На сильный пол внешний вид женщина оказывает мощное воздействие, и женщины об этом знают. Поэтому женщина старается понравиться любимому мужчине, тщательно подбирая прическу и макияж. Дело в том, что понятия женщины и мужчины о красоте могут быть очень разными. Слишком холеные, дорого одетые и идеальные внешние женщины кажутся мужчинам недоступными и холодными. Хотя мужчины очень ценят в женщинах ухоженность, натуральность и опрятность. Улыбка улыбки рознь, как не ошибиться. Одним из сильных средств обольщения является улыбка. Однако не каждая улыбка может восприниматься как жест доброжелательности и расположенности. Привлечь мужчину можно только искренней улыбкой. Натянутая улыбка, когда у вас совсем нет хорошего настроения, всегда чувствуется. Также натянутая улыбка может не только приблизить, но и оттолкнуть мужчину. Например, он может подумать, что вы улыбаетесь ему только потому, что так требует правила приличия и ничего более. Значение жестов и поз. Какие позы привлекают внимание, а какие отталкивают? Если не хотите оттолкнуть от себя мужчину, не занимайте закрытые позы. Скрещенные руки и ноги говорят о том, что вы не желаете продолжать знакомство. Руки скрещенные, а ноги нет. Знак сомнения. Вы не знаете, продолжать ли общение, выставленные вперед. Ладони. Сигнал. Все. Хватит. Я устала. Не делайте вид, что вам скучно. Избегайте жестов агрессии. Не закатывайте глаза под лоб. Не смотрите сверху вниз. На партнера руки, которые вы держите за спиной. Подсознательно воспринимаются мужчины, как камень за пазухой. Занимайте. Дружелюбные и открытые позы руки и ноги при общении должны быть нескрещенными. Смотрите собеседнику в глаза во время разговора. Во время общения ваше тело должно быть повернуто к мужчине. Распространенные ошибки мужчин в знакомстве и общении с девушками. Почему девушки не отвечают взаимностью? Чтобы девушки не отказывали в знакомстве и дальнейшем общении, мужчинам желательно избегать распространенных ошибок. Не пытайтесь во всем потакать девушки. На самом деле, девушки не любят подкаблучников. Не путайте это с джентльменскими обязанностями. Открыть дверь перед входом, подать руку, пододвинуть стул, неуверенность. Природа так устроена, что женщины тянутся к сильным мужчинам, способным решить любую проблему. Поэтому не спрашивайте постоянно о том, куда пойдем, что будем делать. Проявляйте инициативу и не покупайте любовь подарками. Мужчина, который может предложить столько подарки, будет восприниматься как денежный мешок, не более. Подарки должны быть искренними и от души, как распознать женскую симпатию, советы и отзывы. Роман, 26 лет, девушки, существа коварные. Меня всегда настораживает слишком откровенное поведение девушки. Это явный знак того, что вам от нее что-то надо. Инна, 30 лет универсальных советов быть не может. Одни девушки скромные и молчаливые. А другие умеют брать инициативу в свои руки. Нужно смотреть в каждом случае индивидуально. Алексей, 41 год, я уже не подросток. Только по одному разговору с женщиной могу понять, нравлюсь я ей или нет. Максим, 19 лет, понаблюдайте за девушкой. Ее поведение выдаст отношение к тебе. Если она ведет себя с тобой не так, как со всеми, значит, что-то тут уже не так. Язык тела очень красноречив. Наблюдайте пристальнее за людьми, которые вам нравятся. Может быть, они давно тайно вздыхают по вам, но сказать об этом боятся.